Всем привет! Сегодня снимаю видео по поводу волонтерства, вторая часть. Знаю, что в предыдущем видео чуть-чуть вас обманул. Сказал, что в конце видео буду говорить свое видение или свое взгляд на волонтерство, свой монолог, так скажем, да? Вот, только дождитесь до конца, а вы дождались, а там все, ждите вторую часть. Ну это потому, что пока мы снимали всех вот этих пять человек, которые любезно нам давали свое интервью для вот этого видео. Ушло 10 минут, и я знаю, что никто не смотрит дольше 10 минут, если это не какая-то конкретная лекция, поэтому решил разбить его на две части, да? Во-первых, что такое волонтерство? Давайте разберемся, потому что там в комментариях под тот видео по поводу волонтерства была всякая шняга, вот. Кто-то говорит, что волонтерство это какой-то развод, это рабовладельческий строй, или там, я не знаю, обмен работа на проповеди. Нет. Хочу рассказать, что такое волонтерство прежде всего. И нужно понять, что волонтерство как явление, оно существовало всегда, ну, из древних времен до современного, до сегодняшнего дня. Только сегодня это стало массово, и объясню причину, почему это чуть позже, да? То есть волонтерство что-то такое. Во-первых, у нас есть прекрасное, хорошее русское слово для этого. Я не знаю, почему мы должны использовать английское слово, но как-то вот так от мода пошла вот на это, да? Это, по-русски, это будет доброволец, да? Человек, который работает не за деньги, не за материальные какие-то благи, да? То есть, но обмен осуществляет за нематериальные какие-то ценности, да? То есть человек, который или работает за идею, или работает за опыт, или работает за информацию, вот это и есть тот самый доброволец или волонтер. Нужно запомнить, что классно, вот русский язык, он такой классный в этом плане, что в этом слове доброволец, да, это добрая воля с обоих сторон, да? То есть у человека, который работает, у человека, который принимает, есть добрая воля, каждый хочет из этого отношения что-то получить, и каждый что-то получает. Это обмен, пусть не материальный, но тем не менее обмен, это нужно держать в голове, это очень важно, да? То есть, вот, почему в современном мире есть такой ресурс, как волонтерство, как движение волонтеров или добровольцев, да? И как им можно воспользоваться, как фермер, да? Во-первых, в современном материальном, ну, в современном гражданском мире, так скажем, в современном мире, в большинствах странах мира, промышленных странах мира сегодня, да? То есть, такие продвинутые страны, как Россия, там, Англия, Америка, там, ну, такие вот промышленные продвинутые страны, вот. У большинства людей, не у всех, конечно, но у большинства людей наступает момент насыщения, 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 вот, насыщения, короче, поняли, насыщились. Вот, то есть, если у тебя, там, 12 пар обуви стоит в шкафу, и, там, 17 брук, и 15, там, каких-то, там, рубашек, и у тебя есть, что есть, и у тебя есть крыша над головой, и, в принципе, зимой не мерзнуешь, и, как бы, в принципе, все достаточно хорошо в твоей жизни, ты начинаешь понимать, что, ну, смысл жизни не в том, чтобы купить еще 13 пара обув, да, там, или, там, 17 рубаху, вот, и что распродажа, там, в какой-нибудь, там, я не знаю, там, в магазине, вставьте, в магазине X, да, здесь, вот, она тебе не спасет твою душу, она не даст тебе смысл в жизни, и поэтому люди находятся в таком некем поиске, да, то есть, что бы их наситило, что бы давало им какое-то вот, я не знаю, ну, насыщение, да, и один из вещей, которые люди ищут, это опыт, жизненный опыт, да, то есть, и мы, как фермеры, мы, как люди, живущие на земле, можем предложить очень уникальный опыт, то есть, не секрет для нас сегодня, что 80 с лишним процентов всех жителей России живут в городе, и вообще не знают, что такое, что такое, там, молоко, откуда оно вообще берется, что такое, вообще, сено, что такое покос, вот эти вещи, они отчуждены от, как сказать, общей кругозор, или круга, жизненный круг среднеэстетического городского жителя, и поэтому мы представляем некий такой экзотика, да, то есть, и есть люди, которые заинтересованы по разным мотивам поехать в деревню, кто-то, как, допустим, там, Женя, Лена говорили, да, об этом, да, хотят просто провести лето на природе, да, то есть, просто потрудиться, просто попробовать себя, да, это одна категория людей, есть другая категория людей, которые хотят, может быть, когда-то заняться фермерством, они хотят испытать себя, попробовать, и их ли это дело или нет, да, для таких людей очень классно, когда имеется возможность приехать и попробовать себя в разных видах работы, есть еще люди, которые просто, опять же, они собирают жизненный опыт, да, то есть, внукам рассказать, что когда-то, там, я месяц, там, поработал где-то на ферме, помогал, там, вот, это все равно обогащает человеческий опыт, поэтому, какие бы ни были мотивы у разных людей предложить свой труд, они получают что-то из этого опыта, да, для нас, как для фермеров, это классно, потому что мы, опять же, просто живя своей жизнью, представляем такая некая экзотика, мы можем, как бы, помочь людям получить тот жизненный опыт, в котором они заинтересованы, но и при этом мы можем получить для себя, ну, в кавычках, бесплатную рабочую силу, да, а тут хочу составить пару слов по поводу бесплатной рабочей силы, она не бесплатная, тебе нужно людей кормить, тебе нужно людей укладывать спать, тебе нужно иметь инфраструктуру, чтобы они где-то мылись, где-то там, и это все, ну, стоит чего-то, да, то есть, понятное дело, что если у тебя твоя семья, там, и два работника, да, то есть, тебе нужна одна инфраструктура, если у тебя твоя семья, два работника и 10 волонтеров, тебе нужна совсем другая инфраструктура, и это тоже стоит деньги, То есть нельзя никогда об этом сказать, что это совсем бесплатно. Конечно, это дешевле, чем нанимать трудяк. Ничего не скажешь. Но и волонтеры бывают трех разных категорий. Бывают волонтеры, которые приезжают, работают, ну и вроде как не жалко, что они свой хлеб съедают. Ну ладно, слава богу, был человек, ладно. Есть волонтеры второй категории, которые, когда они говорят, мы приехали на неделю, да, то есть они прожили неделю и такие, ну вы хотели еще остаться на неделю? Ты такой, нет, 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 мы с вами договорились, неделя. Ну их, конечно, таких очень мало. И третья категория волонтеров, когда они у тебя там недели, две, месяц прожили, проработали, и ты такой за их стопи там ухватываешься и такой, останься, пожалуйста, ты просто спасаешь нам жизнь. Вот, таких тоже, ну достаточно редкие, но очень приятно, когда они бывают. Поэтому диапазон волонтерства тоже, тоже она есть. И также с волонтеров как-то, опять же, должно быть добрая воля, да, то есть ты не можешь как работодатель, работодатель встать над ними с кнутом и «Рабо!» Я вроде как даже, когда работодатель, особо так не делал. Ну ладно, то есть ты понимаешь, о чем я, да, то есть спрос с них не особо, то есть если тебе волонтер сломает тебе бензопилу, что ты ему скажешь? Я буду что-то с зарплатой, что ли? То есть это есть тоже свои какие-то минусы. Поэтому это нужно все уравновешивать. В целом, в целом, волонтерство для нас это ресурс, который мы можем использовать, который без которого было бы очень сложно. Есть определенный в моей голове список нескольких человек конкретных, которые очень нас выручили за последний год, за последние полтора года даже, да, то есть те, которые приезжали, делали свой огромнейший вклад, вот, вы знаете, кто вы. Спасибо вам всем, вот, огромное, вот. Но в целом, конечно, строить ферму или бизнес-модель, что у тебя все работники будут волонтеры, это глупо и это несуразно. То есть один человек мне писал в комментариях где-то, да, что вот без волонтеров ваша там ферма бы накрылась там медным тазом, ну типа того что-то. И хотя я очень благодарен всем волонтерам, ну я могу сказать, что наверное, наверное, нет. То есть все-таки мы бы как-то там что-то придумали, хотя есть пара волонтеров, которые так сильно помогли. Ну ладно, вы знаете, кто вы. Ну вот, поэтому волонтерство это такое очень интересное, новое, массовое движение. Опять же, оно было всегда, но сегодня в современном мире оно идет массовое. Вы скажете, Джастус, ну классно тебе, у тебя там есть канал, 75-77 тысяч подписчиков, здорово, у тебя там народ валится, хотя это не совсем прям уши, прям уши, валится. Были моменты в этом летом, когда мне пришлось людям отказывать, но в целом не так уж и сильно и валится, то есть. Но нам, простым смертным людям, где нам набрать волонтеров? Внизу в описании два сайта, которые я хочу дать вам. Первый из них это сайт конкретно для фермеров, вот, это на английском языке, но там есть и русские люди, и можно найти и русскоязычные, как и английскоязычные волонтеры, да. То есть это мировая организация органических фермеров, органиков фермеров, да. И вы можете там сделать заполненкету и начинать получать заявки от волонтеров. Также второй сайт, это называется goodsurfing.org или .com, ну там в описании, короче. Вот, и очень хороший ресурс тоже для нахождения волонтеров. Мои друзья здесь солонечные, у них нет такой огромный ресурс, как, допустим, у меня, но они спокойно на goodsurfing находили на целое лето. Забили свою запись волонтеров, там, поработать в деревенском музее, там, еще что-то, еще что-то поделать, чаю пособирать, там, еще что-то делать, фестивали там помогать, организовывать. Поэтому и ты, если у тебя есть небольшая ферма, хозяйство, гостевые домики, небольшой турбазм, чем бы ты ни занимался на земле, может, пасека, вот, ты имеешь тот опыт, чего ты можешь предложить кому-то. И кому-то этот опыт будет очень ценный. Поэтому сделай запись, заполняй анкету на этих сайтах, приглашай волонтеров, вот, и пусть они тебе помогут на этой господней земле. Давайте до следующего раза.